то что попал расширенный список я узнал от спортивного директора там где-то числа 11 12 марта вот а уже именно когда назвали окончательный список мне позвонил получается после тренировки сидел в бане спа-центре у нас на базе где восстановительные мероприятия все проходят и мне звонит телефон незнакомый номер от трубку беру и говорят что там корреспондент и так далее поздравляю с вызовом сборную какие ваши эмоции там дайте комментарий я знал то что в расширенном списке был просто паспорт давал на шенген делать и ну дал ему комментарии и так далее но поверил на слово бывает знаешь разводы какие-то друзья угорают а мы за чтобы развести поугарать потом но я так понял это правда и дал комментарии все я сегодня даже челлендж был я сегодня завершал подачи сланга блогер же каспериков очень удивился завершает хорошо я сам давно уже это не делал потому что так сказать погрузился больше вратарское искусство раньше я любил пример играл за первый состав в воротах а за второй с удовольствием приезжал еще играл в поле и в отпуске когда я уже профессиональным игроком в первой лиге был я приезжал в отпуск на родину в барнаул там разные турниры коммерческие там по мини-футболу по большому футболу на снегу я постоянно я приезжал и я не вратарь я только если где-то я участвую то я только в поле участвую ну сейчас современном футболе посмотреть на вратаре вот мы сегодня даже на теории вратарей рассматривали там чемпионат германии и там очень я не помню в каком клубе дюссельдорф по-моему там вратарь очень высоко играет и снимает кучу мячей играя на выходе подстраховывая защитников когда они жмут линию высокую поэтому в современном футболе мне кажется вратарь должен играть высоко ну конечно чтобы не получить за шеворот и помогать убирать моменты тем самым усы их ворот то есть зачастую можно убрать несколько моментов опасных которые могли привести в голову их просто может не быть если вратарь во им сыграть на выходе я попросил городе здесь как бы с детства люблю 22 цифру получается алтайский край регион 22 и как-то я всегда эту цифру сочеталась у меня там по жизни шла помогала мне я вот в новокузнец поехал я по 22 играм и практически в день день играла там по 22 номером играл вот сборная не удастся я думаю долго еще по 22 у меня вот в детстве куча постеров висела в комнате вот чтобы вы понимали комната у меня было где-то 9 квадратных метров у меня были все стены обклинил просто все там ни одного свободного места не было прям до плинтуса постеры висели и вот мои кумиры были луиш фигу роналдо зубастик ревалду у меня висел эдгар давец у меня в основном полевые весели в андерсар весел давид симон там ну так вот я не знаю недавно смотрел выпуск хабиба с красавой вот и он говорил то что вот именно в то время когда я требовал маленький получается там 90-е года середина 90-х ближе к 2000-м там было вот много звезд таких именитых было много прям хороших игроков и вот практически все вот топовые игроки у меня висели на постерах моего друга был отец он любил журнал футбол раньше был такой большой с разворотом и там в каждом журнале был постер большой и вот у него большая стопка лежала у друга этих журналов я оттуда повыдергивал эти постеры все и просто себя плеялся вон поэтому было много кумиров в детстве я восхищался там роберто карлосом я смотрел там на фотографиях такие банки были у них мышцы такие я думал блин мне такие же он бы помечил убил бы вот евро я вот слабо помню девяносто шестого получается а вот после уже у меня уже вот я еще пол получается как игроков мы раньше тифа 97 98 на компьютере выходили вот по ним игроков он больше изучает там составы команд и далее что телевизор там ну трансляции мало было там футбол и так далее интернета не было в основном только вот игры компьютерные через них мы изучали составы команд хорошо на первом плане приходит сборная бразилии на первом месте не знаю почему на давайте сергей геннадьевич карамельцев знаете это не хочу быть банальным называть самых сильных игроков которые сейчас есть это месси роналду бесспорно там златан примеру тоже так кого бы надо вспомнить я вот так прямо сходу бы не сказал мне место вот нравился когда он играл барселоне я даже был на прощальный матч его на наукамп я испытал кучу эмоций когда увидел его игру вживую причем он провел хороший матч и я был был удивлен как он играл я буду его выделил в хабаровске меня называли дюпинатор мы даже сделали программку с пресс-атташе клуба я им подкинул идею мне называли я не помню кто первый меня назвал так и мы что-то сидели с пресс-атташе игры давай сделаем эту программку так мое лицо затемненный на темном фоне и как у терминатора половину сделаем лица металлической классная идея вот мы сделали эту программку получается фотосессии там сделали я напомню даже первое место среди фанеловских программах выиграл там туда в новокузнецкий меня называли юрий просто и юрий у нас на бали игунов был нападающий такой ну там и он придумал юрий-юрий называл ну а так просто дюпа как бы в основном за мой детство как пошло и так называть я люблю большой теннис я в него играю не прям хорошо но я получаю от этого удовольствия сейчас было раньше рыбалка но сейчас она короче ушла на дальний план потому что семья дети футболу вообще когда серьезно и плюс в отпуске тоже отпуск зимой летом практически нет времени поэтому рыбалка ушла на второй план раньше я любил там с лет с 14 я не знаю до 20 мы друзьями просто 3-4 дня в неделю мы железно на рыбалке были раньше вот ну а так еще хобби активный отдых у меня вот мы любим супруга там погулять примеру съездить куда-нибудь там в парк я не знаю в какой-нибудь город незнакомый погулять вот где еще не были такие вот развлечения у меня вообще мне очень нравится еще с детства как-то пошло рок русские в основном некоторые песни басты меня мотивируют очень сильно перед игрой я уже говорил там ну нравится баста ну так некоторые популярны там у меня разнообразная как бы плейлист и ну в основном если брать жанр какой-то то самый любимый наверное русский рок кстати наш вратарь сергей тренер по вратарям сергей викторович каско он во время пандемии через youtube на этих на видео обучающих научился играть на гитаре сейчас так масла и вообще уже купил себе там дорогую гитару уже две по-моему купил там то есть настолько погрузился в это тоже вот песни играет русский рок тоже разные не скидывает видюхи иногда ну я вот только в инстаграме как бы бываю и захожу там на чемпионат теста новости футбольные ну в инстаграме каждый день захожу публикации не каждый день делаю редко достаточно там ну и так просто посмотреть как друзья там божат я подписан в основном на друзей на какие-то спортивные паблики там и просто смотреть за жизнью друзей иногда их не там какие-то мысли прочитать нам и так далее че бы дэн нравится я по-моему все выпуски пересмотрел че б д пару выпусков я себя знаю с азаматом смотрел вот мне понравился с денисом дорог он даже еще не досмотрел с харламовым понравился красаву смотрел тоже практически все выпуски пересмотрел красава интересный контент снимает ну так 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 на скидку больше я редко на ю тубе вот мне вот понравится допустим чбд мне понравилось я вот пока не пересмотрю себя на другое там не перепрыгну сейчас чбд все пересмотрел сейчас я себя знаю это там мы выборочно вот мне посоветовали посмотреть харламова его дорохова я вот их посмотрел а так редко в youtube в основном свободное время это дети семья так если много времени проводить в телефоне то так жизнь пройдет а ты не выделишь времени детям в не воспитании ни в чем вообще сейчас последнее время очень редко раньше вот же говорю там вот как фа 97 вышла до 2005 плотненько вообще с друзьями постоянно играли потом получается тысячи пятом закончил школу поступил в институт работа туда-сюда все уже компьютерные игры уже ушли на второй план но был момент один начал по молодости мы ходили знаешь раньше компьютерные залы были и ты приходишь туда вечером часов в десять на и на ночь нам остаешься и вот ночью мы рубились там в contra strike по сетке warcraft battlefield там по моему вот там три основные игры были сейчас просто вообще даже купил во время пандемии playstation домой не знаю три или четыре раза сел с сыном фифу сыграл и все сын тоже даже не играет все стоит полиция сейчас отвезу родителям на на дом может там в гости приходить там будем играть а так вообще компьютерные игры не мое любимый фильм и так на скидку тоже это блин много я люблю могу жанр назвать триллеры я люблю очень сильно то есть так вот по моему последний такой хороший триллер это не помню девушка в тумане по моему смотрел по моему девушка с маме хороший такой запутанный в кино еще смотрел по моему недавно хороший триллер тоже концовка была непонятная до самого конца держала в напряжении название даже не вспомнил он буквально там два месяца назад буквально в кино тоже понравился вот ну так банально называть там гладиатор там и так далее адвокат дьявола там много фильмов хороших все которые любят те я тоже люблю вот но больше я люблю триллер да нет кого-то такого не могу выделить этот мне нравится знаешь чудак который вот я недавно пересматривали женой фильм почему он и вот он не как-то сейчас он сразу вот спросил но и просто недавно его пересматривал сыграл там я не помню как его зовут кстати этот актер который во все тяжкие нет не старенький молодой который дал джеймс франк последняя книга кафанова виталич я очень люблю есть такой такой блюдо есть у нас называется он техасский брискет в одном ресторане казани получается такая специальная коптильная стоит где мясо коптится прям цельными такими кусками и потом нарезается на кусочки подается вот техасский брискет называется но я не знаю везде по моему так это блюдо так называется или только в том ресторане но хозяин не сказал что подобные коптильни там в россии там по пальцам пересчитать да наверно я очень спокойный человек вообще